друзья всем большой привет и сегодня мы поговорим с вами о весеннем базовом гардеробе и в этот раз мы поговорим с вами не об обычном базовом гардеробе состоящем из белой футболки и голубых джинс мы постараемся сделать его уникальным и каждая сможет адаптировать его под себя сегодня специально для вас отобрала свои вещи своего гардероба они передо мной разложены и я буду показывать вам прямо на своих примерах что я имею ввиду также вы увидите очень много всяких фотографий картинок и примеров поэтому усаживайтесь поудобнее и давайте начинать так как мы с вами обозначили нашу с вами идею и тематику это базовый гардероб но с изюминкой здесь очень важно тем не менее не переборщить если каждая вещь будет очень сложный очень надуманный очень какой-то особенный мы с вами потеряем смысл базового гардероба наша цель создать базу но которая будет интересная уникальная и с той самой вишенкой на торте поэтому давайте разбираться в этом вместе и искать золотую середину первое с чего мы начнем это лонгсливы и водолазки и тонкие свитеры я думаю что весной как и в любое время года это необходимость поэтому мы начнем обсуждение именно с них и вот как выглядит у нас с вами стандартные кофточки лонгсливы и так далее я хочу предложить несколько вариантов как можно добавить изюминки в свою базу и первая из них это водолазка интимиссиями которая выполнена из шелка и шерсти которая идет немножко с полупрозрачностью вот я думаю вы видите и которая идет в мелкий рубчик благодаря ее фактуре и ткани мы вместо обычной базовой вещи получаем что-то уже более интересное более уникальное и то что как раз таки выделит нас из толпы вторая альтернатива которая могу предложить это совсем полупрозрачные боди это подходит возможно не всем но мне лично тоже такой нравится в моем картеробе это есть и я считаю это тоже прекрасный вариант заменить подобные изделия и подчеркиваю жирным шрифтом у каждого свои вкусы у каждого свои интересы каждый хочет что-то свое сказать поэтому мое видео это просто пример на собственных вещах того как я адаптировала под себя базу сделав ее более интересной вы же выбирайте те вещи которые подходят именно вам покопайтесь в интернете посмотрите фотографии почитайте какие-нибудь интересные статьи сайты и подберите что-то уникальное под себя том что здесь как раз очень важно показать свою уникальность раз уж мы с вами на это замахнулись и конечно никто вам не мешает носить те же самые обычные черные кофточки но в этом году я советую вам обратить внимание на более приталенные и обтягивающие силуэты но это кофточка не такая простая как кажется на первый взгляд потому что у нее интересный полу овальный вырез который также является трендом сезона и который на самом деле очень красиво открывает плечи ключицы подчеркивая женственность если вам это нужно я очень советую вам к ним присмотреться мой любимый вариант базовой кофточки в этом году это вот такое боди красивыми вырезами и отделкой и здесь можно очень легко себя проверить насколько эта вещь базовая мы можем надевать ее с черными брюками мы можем надеть ее с джинсами мы можем надеть ее с юбкой баллон и сделать образ более каким-то вечерним возможно выходным здесь столько вариантов что можно сломать голову поэтому эта вещь прекрасно вписывается в базовый гардероб и обращайте внимание опять же на то чтобы эта вещь классно перекликалась теми вещами которые уже у вас есть давайте подумаем о жакете я как любитель твиды хочу показать вам базовый простой видовый жакет который у меня в руках на самом деле он не такой базовый у него идет круглый красивый рукав и очень красивый на самом деле пуговицы ну давайте представим что это обычный черный базовый видовый жакет и мы хотим в этом году как-то усложнить наш базовый гардероб сделав его интересным и девчонки я нашла просто идеальный твидовый жакет в этом году который идеально вписывается в базовый гардероб в то же время подчеркивает какие-то особенности и является трендом обратите внимание на цвет я покажу вам это все дело на крупной съемке у него невероятная фактура сверху идет какое-то специальное золотое нанесение это выглядит так красиво и когда я его увидела я просто не могла удержаться к этому жакету я выбрала как раз более спокойно и черные струящиеся брюки мне нравится как они подчеркивают силуэт они отлично сели по талии и отлично смотрятся по длине мне на самом деле очень понравилась эта вещь потому что это прекрасная идея как повседневной одежды так и выходной в то же время он выделяется запоминается и в жизни девчонки он настолько красивый вам передать просто не могу это бренд to be one я вам летом уже их рекомендовала у них прекрасные трикотажные вещи у них очень красивая новая коллекция вышла и сейчас я вам покажу очень интересную вещь это пример супер базового классического тренча но мы же с вами говорим об интересных штучках и я хочу показать вам очень классный тренч на эту весну он выполнен из разных кусочков ткани то есть они отличаются по цвету в то же время он смотрится очень органично и это тоже тренд сезона если вы устали от базы которые вам только что показала от классических тренчей это просто идеальный вариант на эту весну бренда действует мой промо код валу его поэтому обязательно им пользуйтесь заходите к ним на сайт у них сейчас вышла прекрасная весенняя коллекция закупайтесь классными вещами и не забывайте использовать промо код дальше мы поговорим с вами о джинсах и я держу в руках классические базовые джинсы которые наверное есть у всех в гардеробе вспоминая тематику этого ролика я хочу предложить вам вот такие клеши конечно же это не обязательно я просто вам даю какие-то идеи для размышлений но у меня вот такая модель и они сейчас очень популярны вот есть похожие модели которые называются буткат они хорошо сидят по бедрам и немножко так расклешаются к низу и еще один вариант более сумасшедший для более смелых кому не хватает действительно в базе более ярких вещей это могут быть джинсы с принтом то есть обращайте внимание здесь либо на цвет либо на новый крой который вы до этого не носили например джинсы флэйр расклешенные либо это могут быть джинсы с принтом не обязательно с таким это могут быть синие джинсы например с белой полосочкой знаете с такой тоненькой ниточкой кстати вертикальная полоса также в тренде в этом сезоне поэтому это прекрасный тоже там дэмчик получится и так как у нас с вами наступает весна нам конечно же нужны всякие топики под одевалки например под жакет и так далее и классические топы которые входят в понятие базового гардеробок выглядит примерно вот так но если в этом году мы с вами соединим несколько трендов несколько новых идей и в общем-то новые это хорошо забытое старое поэтому я предлагаю в этом году если вы тем более приверженница более женственного стиля или хотите возвращать какие-то такие интересные детали пожалуйста у нас есть топы в бельевом стиле на тонких бретелях еще хочу подметить здесь очень интересную вещь кружевы бывают очень разные и они несут в себе разное настроение она может быть слишком женственным то есть прям таким практически откровенным так это кружево как например у топа айро мне очень нравится она более лаконичные что ли но но в то же время очень-очень красивая рубашки рубашки это тоже та вещь без которой не обходится большинство людей поэтому давайте поговорим немножечко о них белая рубашка голубая рубашка черная рубашка я не знаю еще какая рубашка в общем однотонные оверсайз кроя это то что входит и входило в базу многие долгие года сейчас в этом году я бы обратила ваше внимание опять же на более приталенный силуэт и опять же если вам это нравится потому что я говорю не воспринимать эти ролики слишком серьезно многие слишком серьезно воспринимают мои слова я всегда говорю расслабьтесь просто носите то что вам нравится я просто делюсь своим мнением я целюсь своим вот вещами своего гардероба и привожу какие-то примеры практически чем выбирать то что вам нравится если вам нравится оверсайз пожалуйста носите он смотрится очень круто очень стильно и никуда абсолютно не уходит просто мы с вами говорим о том что же новенького мы можем с вами в этом году для себя приобрести и если мы оставляем как пример голубую рубашку однотонную оверсайз как альтернативу я могу предложить вам рубашку в белую полоску к примеру и она уже идет не такая оверсайз она идет более приталенная то есть как только ты ее надеваешь она садится по фигуре это смотрится очень красиво у ральф лорен мне вообще очень нравится посадка именно рубашек это невероятно красиво смотрится второй вариант мой не менее любимый вообще я обожаю эти две вещи если честно даже голубая рубашка в такую полосочку только здесь у нас идет уже более сложная полосочка она не однотонная она идет из нескольких составляющих скажем так и также здесь идет белый воротник и белые манжеты это как раз таки те вещи и те детали которые делают нашу базу запоминающийся то есть если вы даже появитесь такой рубашки вроде это база но вы при этом все равно будете выглядеть очень красиво и выделяющимся скажем так из толпы давайте поговорим немножко о сумках и я приведу здесь пример вот самые базовые наверное модели которые в принципе существуют но если нам хочется чего-то интересного но в то же время чтобы эта сумка оставалась базовой и повседневной как вариант использовать нейтральные принты если это шоппер он может быть с нейтральным принтом но при этом он остается базовым и при всем при этом он все равно выделяется из толпы покажу вам вторую мою базовую сумку с которой я постоянно хожу это афина бекс я вам показывала ее еще по моему в ноябре месяце и вот с тех пор я постоянно с ней хожу и несмотря на то что это простая форма она все равно выглядит очень трендово очень классно это тоже очень прекрасный вариант если у них еще есть эти сумочки на сайте я вам оставлю на них ссылку и бренд афина в этот раз прислали мне посмотрите какую малышку это их новая коллекция весенние я обязательно оставлю все ссылки на сайт она невероятно классно подходит под тематику нашего с вами ролика то есть если мы говорим с вами про простую базу без всяких деталей и каких-то особенностей эта сумочка тоже является базой но благодаря отделке благодаря интересным деталям она как раз таки будет выделять вас из толпы эта сумочка идет с удлиненным ремешком она прекрасно впишется в любой гардероб также бренд афина предоставил для вас промокод валуева который действует у них на официальном сайте ознакомьтесь с ассортиментом у них действительно очень много интересных моделей как базовые так и более особенных и уникальных следующее чем мы поговорим это кардиганчики вот у нас с вами базовый кардиган с которым кстати можно составить очень много интересных действительно классных образов он классно кстати будет сочетаться с бортовыми красными или винными сумочками ну какой же кардиган выбрать если мы хотим базу и в тоже время что-то интересненькое мы можем с вами выбрать тот же самый крадиган и но с интересной отделкой это так же будет являться базой, но он будет выделяться среди остальных вещей. И еще раз подчеркну важную вещь. Важно, чтобы когда вы составляли этот свой гардероб, чтобы вещи между собой дружили, и чтобы у вас не было слишком активного гардероба в базе. То есть, если мы берем вот такой вот с вами кардиган, то, скорее всего, не нужно носить его с леопардовыми джинсами. Вы понимаете? Это будет слишком. Выберите простые джинсы или простые черные брюки. Пусть они будут в вашем гардеробе, в этом нет ничего такого. Я как раз таки специально показываю вам разные вещи. Возможно, вам что-то придет в голову, что вы можете добавить и сделать базу интересной. И также очень важный момент. У нас нет цели нарядиться как новогодняя елка, украсить себя гирляндой и вообще всегда везде сверкать и сходить с ума. Такого нет. Просто если вы уже достигли того уровня, когда вам мало базы, но вы тем не менее хотите собрать функциональный хороший гардероб, здесь как раз на помощь приходят вот такие маленькие детали, которые все решают. Я знаю, что очень многие любят какие-то свитшоты, вот такие кофточки. Это тоже прекрасная база на самом деле. И, например, у нас есть вот такой свитшот, но мы хотим что-то интересное. Самый простой вариант это купить свитшот с какой-нибудь надписью. Но здесь тоже очень спорный момент. Это может быть как интересная надпись, ну вот здесь она достаточно нейтральная, университетский стиль и осенью будет смотреться очень классно. Также это может быть особенный крой, как, например, боленсяга, который делают супер гигантские такие, знаете, свитшоты. И здесь вот два пути. Либо это интересный принт, какая-нибудь надпись, логотип, либо это крой. То есть вот с этими вещами тоже можно поиграться. Ну и что, друзья мои, я буду на этом заканчивать. Мне кажется, видео получилось интересным, прикольным и действительно классно посмотреть на свои вещи со стороны, классно посмотреть на них под новым углом. И мне кажется, что сейчас как раз то время, когда мы уже немножко устали из года в год делать тот же самый базовый гардероб, говорить об одном и том же. И мне показалось, ну, супер классной идеей что-то показать в базе новенькое. Я очень надеюсь, что это видео дало вам какие-то новые идеи, новые подсказочки, потому что я сама, если честно, когда меня осенило, думаю, боже мой, вот оно да. Нужно просто базовые вещи сделать более интересными. Это просто бинго. Я вас очень сильно люблю, обнимаю и очень скоро увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока!